привет мои прекрасные зрители у нас очередной видосик про трампа вот он сидит у меня на коленках да снимаемся сидит у меня на коленках и тоже хочет очень сниматься но не хочет в камеру попадать так вот сегодня хочу рассказать что у нас прошла изоляция малыша все карантины не все у нас основной карантин то что ему нужно было сидеть дома прошел теперь мы можем выходить с ним гулять на улицу но если общаться с собаками то надо с какими-то домашними собаками общаться с которыми там наверняка сделаны прививки которых все хорошо в этом плане не давать ему общаться там с дворовыми не ходить на собачьей площадке на всякий случай чтобы перестраховаться так вот первый раз мы поехали с ним на дачу и хотели познакомить с французским бульдожиком которому 4 месяца но правда этот французский бульдожик несмотря на то что он старше всего лишь на две недели он в три раза тяжелее он весит 6 лишним килограмм а трампик сейчас весит 2 300 привезли мы трампа на дачу первый вечер пока его дружочек пирожочек еще не приехал мы просто с ним там гуляли и пошли на спортивную площадку побегать с ним попрыгать погоняться на закрытую чтобы он не убежал в случае чего а на следующий день приехала французский бульдог и надо сказать я была очень удивлена потому что мы вышли и отпустили на поводках малышей знакомиться и французский бульдожик он уже играл с мопсами во дворе с другими французскими бульдогами и в целом он понимает как это делать а наш первый раз видел чужую собаку потому что я думаю своих братьев и сестер он уже сто раз как забыл в общем он очень испугался у него даже хвост был поджат какое-то время он не понимал что делать с этим щенком убегал от него в ответ французик хватал его за поводок и тащил мы еще смеялись очень долго с друзьями такое ощущение что он говорит я тебе сейчас пойду выгуливать и потом в общем я думала что наш пес все он не будет общаться ни с какими чужими собаками он будет общаться только с людьми а собаками ему не нравится тем не менее мы пошли на спортивную площадку отпустили с поводков малышей они начали играть и поначалу француз прямо такой напрыгивал на трампа трамп не понимал что делать трамп валялся там кубрием катался по всей площадке но потом он сообразил что начал на что что необходимо сделать и начал уже периодически даже гонять этого французика то есть у французика преимущество хорошее он покрупнее он быстрее разгоняется если они вместе бегут трамп бежит медленнее француз бежит быстрее но трамп с марафонец а этот спринтер потому что французик из-за веса он не может долго бежать а это прямо обгоняет 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 извините пожалуйста у меня какой-то зевота меняется погода и я прям не могу еще трамп тут на коленках уснул вообще не шевелится маленький кабачок балдеет вот и в общем через какой-то момент трамп понял в чем его преимущество что он быстрый в общем он начал гонять этого французского бульдога и они поняли как играть они там веселились развлекались в общем два дня подряд мы прикалывались и эти два малыша в общем они были везде с нами мы ходили друг другу в гости в гости к другим соседям и они везде вместе играли и если на больших помещениях вот как спортивная площадка трамп он прям выигрывал из-за скорости из-за того что он более подвижных помещениях когда мы у кого-то дома сидели трамп прям он пытался убежать но не хватало ему размаха и помещения чтобы куда-то сдриснуть поэтому чаще всего он был настигнут единственный момент что в одно прекрасное утро когда накануне вечером мы загоняли наших французского бульдога и джека рассела и вечером расскажу сейчас историю вечером мы значит пришли их покормить трамп зашел просто лег сразу он даже к миске с едой не подошел подошел что там хлебнул воды и пошел лежать я ему кладу еды он еле еле туда к этой еде встал поел а и обратно лег мы что-то сделали свои дела переоделись и пошли и решили пойти опять гулять думаю надо пойти поиграть с собаками я спрашиваю трампа типа пойдем гулять обычно он подскакивает и если видишь что мы идем к двери тоже такой подрывается и за нами а тут он открыл глаз посмотрел закрыл глаз и решил что никогда не пойдем в общем мы его оставили дома на два часа и через два часа уже забрали поиграть и опять он играл с французским бульдогом мы с ними погуляли немножечко по полю ну и потом разошлись спать а на следующее утро они видимо у них накапливаются усталость то есть наш трамп он в принципе более энергично чем французский бульдог собака и он был готов уже играть играть на французский бульдог был такой ленивенький немножечко и они что-то там поиграли поиграли французский бульдог в какой-то момент такой встает делает два шага и просто такой бам упал ножки вытянул хохот трамп на него и так садился и сяк садился потом пытался его зеркалить ложился с ним рядом получался как значок и не янь а в какой-то момент мы прибалдели потому что трамп начал делать ситку на этого несчастного французского бульдожика мы прибалдели потому что на это мы не рассчитывали никак я даже отдаленно не видела такой информации я начала быстро быстро рыть информацию что же делать таком случае там ругать не ругать его поняли что ругать нельзя что нужно пытаться переключить внимание щенка на собственно на что-то другое и в общем так мы пытались переключить трампа там то на еду то на какую-то игрушку или просто на человека и отвлечь его каким-то образом от французского бульдога потому что это было конечно очень странно и непривычно и нам было как-то немножечко неудобно потому что мы никак не ожидали что трамп начнется делать ситку но почитав какое-то количество статей в интернете я поняла что это не сексуальная какая-то ситка то есть потому что он еще даже не определился кто он там мальчик или девочка вернее он не понял что он мальчик он еще щенок и это ситка может означать то что он предлагает поиграть то есть таким образом он как-то предлагает этому французскому бульдогу поиграть либо он пытается доминировать что типа я тут главный либо он просто например стесняется и не знает как себя вести то есть вариантов может быть масса мы склоняемся все-таки к тому что поскольку бульдожек был уже очень уставший загонявшийся и никак не реагировал на трампа нам кажется что наверное он призывал его таким образом поиграть но ничего не вышло потому что бульдог вообще никак не реагировал и просто дальше продолжался беспокойненько на солнышке спать ну а с трампом мы занимались уже сами чтобы нам не было смущить чтобы мы не смущались из-за того что он делает ситку французского бульдога вот наша история про прогулку на выходных про наши первые гуляния про какашки рассказывать не стану были и первые какашки мы засняли но наверное это наши родительские уже заморочки и выкладывать все эти то не стоит будем сами радоваться и смотреть видео с дикими радостными вопрями что он покакал с вами была анна кафырина всем хорошего вечера пока пока пока